Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сейчас я хотел бы рассказать о очень смешной книжке «And Fine. Дневник кота-убийцы». Вы правильно всё поняли. Это дневник кота-убийцы и вторая его часть «Возвращение кота-убийцы», переведённая с английского Диной Крупской. В этой книжке поиснование ведётся от имени кота. Я сразу хотел бы предупредить тех, кто совсем просто опасается за, скажем так, эмоциональное восприятие своего ребёнка, которое может пострадать от подобной книжки. Те, кто пока не уверены в том, что чувство юмора уже сформировалось и можно ему доверять всеобъемлюще. Пусть сначала прочитают эту книжку, благо, что текст короткий, и решают для себя сами, можно ли её читать вместе с ребёнком. Мне кажется, конечно, можно, потому что книжка, прежде всего, очень смешная. Значит, главный герой, кот Теффи, он, во-первых, нагл. Во-вторых, он вреден. В-третьих, он считает, что все окружающие должны предоставлять ему полную свободу, то есть роскошную жизнь. А у него масса проблем. Ему там надо общаться с другими котами, ему там надо питаться, заниматься там тем, чем занимается каждый день кот, устраивать там кошачьи концерты. Всё есть в этой книге. Но при этом он остаёт, так как он рассказчик, повествователь, то он остаётся, в общем-то, незлобным и обаятельным существом. Да, я такой, говорит он на каждой странице. И начинается всё с убийства птички, которую он... Ну, вы поняли. Вот. Потом всё это продолжается мышкой, которую он нашёл уже издохшей. Это фантастический, конечно, текст. Потому что птичку, которую он поймал, и за которую его очень ругали, ещё как-то можно... Ну, ещё как-то можно объяснить, да, и понять, да. Но дальше он пишет. Итак, Среда. Ой, ладно, я вас умоляю. Ну, хотите, выделите меня. Я принёс мёртвую мышь в их дом, милый дом. Я даже не убивал её, нашёл уже мёртвой. Здесь же опасности на каждом шагу. Дороги по колено засыпаны красиным ядом. В любое время суток туда-сюда снуют машины. И я тут, между прочим, не единственный кот. Даже не знаю, что с безняшкой стряслось. Я просто шёл мимо и наткнулся на неё. Она к тому времени уже испустила дух. Недавно, но и спустила. И тут мне пришла в голову мысль, что неплохо бы принести её домой. Не спрашивайте, почему эта мысль пришла мне в голову. Видимо, временное помешательство. Я же не предполагал, что Элли схватит меня и начнёт читать нотации. Дальше больше. Тэфи не остановился на мышке. Он был отруган, ему делали внушение, читали нотации. И вот в один прекрасный момент он протискивает, протаскивает сквозь дверцу для кошек во входной двери, сквозь эту маленькую дверцу, он протаскивает соседского кролька. И дальше начинается детективная история. Вот, дорогие мои, я вам рассказывать не буду, каким образом он нашёл этого кролика, что с ним произошло, и чем всё это кончилось. Но вся семья поучаствовала в сокрытии этого преступления. Поскольку соседский кролик был любим всеми, его все знали, его все гладили, он был такой замечательный и сидел в клетке, то, собственно говоря, объяснить этот совершенно невозможно. Кролика моют в мыльной воде, потом сушат феном, потом отец семейства пытается вернуть его на место. Читайте, наслаждайтесь, вы узнаете, чем всё это кончилось. Это непростая, прямо скажем, история про кролика, который, собственно говоря, всё-таки умер. Но кот был здесь не совсем при чём, скажем так. «Возвращение кота-убийцы» это не менее драматичная история, вторая часть этой книжки. На этот раз нашего героя оставляют дома одного, и ему нужна сиделка. И вот эта замечательная история с домомучительницей, такие уже типажи уже понятные, она очень-очень здорово продолжает историю вот этого дневника убийств, которая в первой части этой книжки происходит. Что я хочу сказать в целом? Конечно-конечно, эту книгу стоит читать взрослым, потому что она очень смешная. Конечно-конечно, её стоит читать детям, потому что они уже знают, что коты едят мышек и птичек, что мышки, в свою очередь, тоже кого-то и чего-то едят, что живая природа, она требует особого к ней отношения, и если ты забыл закрыть дверцу клетки, то ты, значит, забыл её закрыть. Всё. Попугай съеден, и кот в этом виноват не более, чем, не знаю, дождь, который прошёл и намочил траву. Это природа. Если ребёнок ещё не готов к этому, то, наверное, всё-таки стоит его сначала подготовить, прежде чем читать ему дневник кота убийцы. Но я уверен, что большинство детей уже прекрасно понимают, в чём разница между деянием, которое совершает человек, да, осознавая свои поступки, и тем, как питается животное, которое свои поступки не осознаёт, и которое самой природой предназначено, в чём нас убеждает этот код, прямо на каждой странице, с гордостью это заявляю, предназначено для того, чтобы таким образом питаться. Но, но, смеховой эффект потрясающий, когда животное само начинает рассказывать за себя, объяснять нам, в чём вообще суть того, что он кот, он должен так питаться, он, конечно, фантастический. Эта коротенькая книжка, «Эн Файн», произвела на меня большое впечатление, вот, собственно, как из пустяка сделать такую замечательную детективную историю, заставить меня хохотать целый вечер, с этой книгой возиться. Это довольно здорово. Читайте, наслаждайтесь. Книги для детей должны быть очень разными, они должны быть и смешными, и забавными, и прежде всего, конечно, они должны учить правильному. Эта книга уж точно дурному не научат. Во всяком случае, клетку с хомяком дети закрывать будут. Это гарантированно. Спасибо.